Игровой канал Ивана Фолиота представляет Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы по-прежнему на канале Фолиота И по-прежнему это Metro Exodus 23 серия И мы по-прежнему, говорю это третий раз Прибываем в локации под названием Каспий Затянувшееся мое прохождение продолжается Кому интересно, присоединяйтесь, милости прошу Устраивайтесь поудобней Цапните покушаться, как говорится И мы сейчас, грубо говоря, отправимся на несколько событий Которые нас будут ждать, как в плане сюжета, так в плане исследований Да, как я и говорил в прошлой серии Событий навесьма здесь будет все происходить И это, кстати говоря, очень клево То, что здесь будет Это одно, пожалуй, из самых запоминающихся сюжетных будет сейчас Развитий Если можно так выразиться Ну то, что развитий даже Один хрен здесь все, конечно, линейно скриптовано Но все равно Это весьма интересный будет опыт Наряду с кому-то, может, показавшимся унылым исследованием Постоянного хождения туда-сюда и ковыряния трупов То здесь будет достаточно все И стелс, и бодро, и пострелять, и попрыгать Ну а перед тем, как отправиться к Дамиру Дамир нас будет, да, сопровождать в квесте В котором, собственно, нам необходимо надыбать воды Здравствуйте, у вас есть воды? Не воды, а вода Тогда дайте мне вода Не вода, а воды Да я гляжу, у вас хер напьешься В общем, сопровождает он нас Будет сопровождать нас, да, по пути к базе Напути даже, я так бы сказал К базе этих самых нефтяников Где у них находится цистерна, танкер Ну не танкеры, там, я не знаю, какой-то грузовик с водой С цистерной, с той самой, да Мы ее сейчас будем похищать Дабы все это дело, во-первых, напоить уже наших обезвоженных Саппортийцев, так называемых И уже Аврору тоже водичкой немножечко обеспечить тоже необходимо Останется потом горючку надыбать Вот, перед тем, как двигаться к Замиру Я хочу немножечко вернуться назад Я повторюсь, я узнал об этом Мне написали несколько позже, чем я записал предыдущую часть Хотя мы, в принципе, относительно по пути были к тому месту Вернее, даже мы его мим проехали, пока там барон трещал Если вспомните, да, кто смотрит, кто следит за этим, за всем Отлично, хорошо ушел Там одно есть место, где оно такое, знаете, майданного такого вида Сейчас увидите Там какой-то караван, походу, потерпел Ой-ой-ой, господи, ты же прям под ногами у меня Отлично Больше, я надеюсь, никого нет Видите, кстати, просто ты идешь, а они в этом песке замаскированы Что мама, не горюй, не видно Как у тебя Ой, отлично Рядом с ним просвистела просто пулькой Так, я тоже проснулся, чего следовало ожидать Я, в принципе, на него смотрел Ну, укладывается он с одного выстрела В рыльце тоже Так вот, друзья мои, по поводу этого места, в котором мы сейчас Там находится бубен, так называемый Такой круговой Ну, не рожок, рожком его ты не назовешь Это барабан, именно, да Для нашего Калашникова и для бульдога, по-моему, да Бульдог у нас, мы еще нашли оружие бульдог Я его в прошлой серии Там уже немножечко так про Ну, что прям проапгрейдил А поставил на него некие обвесы Которые нам доступны Что-то у меня как-то буханка, как будто в воздухе подвешена Но это уже, я так понимаю, какая-то условность Вернее, условность Это просто какой-то такой мини-гличок На который Ладно, раз уж я обратил внимание Конечно, бросается, конечно, в глаза Но ничего страшного Хрен бы с ним Буханочку мы это потом заберем Чуть попозже А сейчас вот наш путь лежит Вот в этих, в этих Ну, я сюда забредал Но не забредал слишком глубоко Чтобы найти то место Так вот, главное На гадюк этих пустынных не нарываться Потому что По-прежнему они могут нас ранить И мы можем Из-за этого потратить лечилку Так необходимую нам, в принципе, в боях И вообще, я повторю Серия будет такая насыщенная И, возможно, придется нам лечиться Причем не единожды Так, сейчас я вот пытаюсь здесь На карте, да Выглядывать, где находится самое место Отлично Еще один товарищ лег Не зря я взял револьверчика В прошлый раз И на обратном пути надо, кстати, будет А, хрен с два я на обратном пути Забреду куда Он лежит, тоже притаился Хотел поменять Хотя, может быть, и можно Где-то сейчас будет поменять Помню, здесь у нас где-то есть убежище Где можно оружие А, хотя нет У нас только на главной базе Можно оружие поменять Там, где верстак у нас Или можешь вообще Или на верстаках Тоже вообще, в принципе На любых можно это все сделать Я не знаю Я не помню Ну, как так-то Ну, все-все-все-все Ай, все, да Вот теперь я два раза промазал Все, он теперь меня унюхал Да что ж такое-то И бежит уже вся его Э, вот сейчас Снаряд сквозь танк Как говорится, прошел Как говорят World of Tanks Вот такое у них случается До сих пор Да, очень многие Бесятся от этого Это я про танчик, конечно же И вот сейчас мне показалось Что то же самое Протошло, как будто Снаряд сквозь него прошел И не ранил его даже Снаряд Пулька я, конечно же, имею в виду Так Здесь у нас какой-то Обрыв Упавших, который не принесет нам Ничего хорошего Кроме Умерщвеления Поэтому надо это все дело обойти Здесь еще, видите, логово снурков Походу все-таки друг друга-то погрызают Время от времени А может просто Чудище взмерло От жары И обезвоживания Не знаю Вроде нам не особо сильно далеко Осталось идти Вот уже, да Вот уже я вижу Там такой небольшой Маленький такой Лагеречек Небольшой маленький Лагеречек Хорошо сказано Можно Здесь вообще По идее Быть никого не должно было Но Выяснилось Что два друга Не два даже А три Здесь оказались И я не очень расторопно Их Отстрелял Из револьвера Хотя у меня было Преимущества На самом деле у меня не было А, все, он сдался Отлично Двоих завалили И правильно делаешь Сейчас мы тебя Немножечко Так вот в бунь Ну убивать я его Конечно не буду Потому что Ну Встался и сдался Не настолько же Макровожадный Артем все-таки Благородных кровей Как говорится А что вот это вот Волынный у нас не А, вот Это вот как раз По-моему, вентиль Этот и есть Который В снайберскую винтовку Потом у нас перерастет Так, походу Револьверчик у меня тоже С неплохим Таким именно Снайперским обвесом Видите, да, здесь Револьвера вроде как Пистолет такой, да Револьвер Я все пытаюсь Сформулировать Как мне лучше его назвать Револьвер Револьверного типа Понимаешь, что в башке Это как-то глупо звучит Да и На слуху В принципе тоже Но его можно Это я все к тому Что его можно Да, его можно Под дальнюю дистанцию Под тихие операции Что я собственно Продемонстрировал В прошлой серии Когда мы ночью Подкрались Тут лагерек Из которого Сейчас вышли А вот собственно Тот самый бубенец Лежит Который, да Который Позволит нам Таскать еще больше Патронов На нашем Калашникове И по-моему На бульдоге Вот Я на бульдоге По-моему не примерял Не скажу сейчас точно Проверим дальше Вот Но он Тоже Очень стабильность У нас нарушает Потому что Такую Дрыну Нацепить на Сам ствол На сам Вообще Наш Привод Хотел сказать Привод Это Строить боли Вот смотрите Как он сейчас здорово Порежет Нам Вроде Увеличил Да Что-то Но нет Даже Вот не знаю Стоит И к тому же Расход За расходом Перестаешь Слить Когда у тебя Много патронов Ну давайте Оставим Конечно Посмотрим Что из этого Получится Нам конечно Воевать Предстоит Да и смотрится Ну Незаметно Правда Особо Как хорошо Это все Смотрится Но от Осознания Того Что у тебя Волыны Сейчас еще Круче Встала Испытываешь Приятные Эмоции Ну что ж Вот собственно Это то самое Место Которое Я хотел вам Да Продемонстрировать Где Вот лежит Тайный Бубинец Не знаю Где-то Возможно Его еще Можно найти На этой Локации Но Я уже Признаться Признаться Я уже Не знаю Поэтому Двигаем В сторону Теперь Да Того самого Знака Вопроса И Ко всему Прочему Там же Еще И Будет Сюжетный Квест Нас Ждет Там Дамир Двигаться По-прежнему Надо Аккуратненько Я Конечно Стараюсь Поторапливаться Дабы Время Немного Не отнимало Мы и так С вами Заигрались А еще Ого Сколько Предстоит Нам Сделать Я еще По-прежнему Не знаю Что нас Ждет В третьей Локации Какой Финал Будет Просто Ну Просто Даже Не обладая Никого Не смотрел Да Вон А Ну Там Знак Вопрос Скорее Всего Это Не Это Не Какой Там Не Убежище А Это Просто Наверное Какой Мы Найдем Хабарок Рядом С Мертвыми Трупаками На Маяке Мне Тоже Да Писали Что Есть Там Заку Точек Где Можно Нады Какой Улучшеница Я Уже Даже Забыл Какое По-моему Как раз Так Этот Бубен Можете Кстати Написать Еще раз В комментариях Я Признаться Запамятовал Не Удается Мне Часто К сожалению Да Сейчас Играть Зайцем Бедные Такие Еле Еле Плетутся Обычно Зайцем Шустро Носится Так Сейчас Вот Кстати Да Я Наконец Таки Научился Менять Патроны На Нашем Тихаре На Огненный Нам Этот Токарев Дал Огненных Шариков Еще Мы Сможем Все Дело Проверить В действии А сейчас Садимся На подвешенную Левитирующую Нашу Бутанку И Прокатимся А Ладно Прокатываться Не будем Я ее Просто Запаркую Здесь Так Чтобы Она Стояла Естественным Образом Хотя бы И Отправимся Мы Сейчас Своим Ходом Потому Что Здесь Особо На Машине Ты Не Покатаешься Вон Там Еще Один Баркас Валяется И Там Возможно Есть Какие-то Для нас Ништяки И Возможно Есть Убежище Где Мы Сможем Оружие Наш Поменять Мне В принципе Револьвер Больше Не нужен Я Вполне Спокойно Могу Действовать И Тихарем А Вот Как его Ашотик Дробовичок Нам Прошу прощения Першит в горле Давно Не комментировал Уже Отвык Вообще Отвык Сидеть Поэтому Немножко Могу Чвякать Шмякать Мы Будем Воевать Немножко Забегу Вперед С Домиром В пещерках В таких Сейчас Вузеньких И нам Потребовалось Бы Конечно Ж Такое Оружие Для Ближней Дистанции Сами Понимаете Хотя Иногда Даже Когда мы Пробирались В Гюль Через Пещеру Там Я Наоборот Старался Скрытно Действовать Но Тут От Раза К разу Как Говорится Бывает Там Тебя Ждут Люди Так Отлично Вот Эти Вот Рыки Меня Совсем Меня Не Возбуждают А Наоборот Здорово Дядя Немножко Он психанул Меня Заметив Вот Как будто Летит Мимо Мимо Сквозь Вот Не Наведешься На Это Нормально Потому Он Так Терепунькается Еще Не Сдох Жать Просто Извожу Патроны На Эту Нечисть И Это Прям Меня Иногда Калить Начинает Страшно Один Хрен От Них Избавляться Необходимо Здесь Такое Вроде Место Какое-то Хлебное Вроде Бы Где Тут Еще Кто Остался Жив Они Еще Заразу Могут Замаскированные Валяться Но Обычно Когда Кипиш Поднимается Они Все Вскакивают Так Так Я Вроде Так Это Трупец Это Которого Я Уже Пристрелил Ну Патронов У меня Наривали Роди Бы С Избытком Поэтому Иногда Контрольные Выстрелы Такие Следует Делать И Что Это Запищал У Нас Опять Наш Этот Самый А Запищал Он Потому Что В Этом Месте Есть Вот Ага Вот Все Я Вспомнил Как Я Нады Вот Видите Тут Есть Тоже Обвес И Сейчас Можно Поменять В принципе Наше Оружие На него Это Я Могу Оставить Взять Конечно С него Обвес Забрать Ладно Сейчас Можете Заберу Вот Да Видите У него Держалка Он Нам Здорово Очень Самой Стабильности Добавляет Вот Можно Взять У него Коллиматор Классный Классный Апгрейд И Он Двухствольный Он Мне Гораздо Больше Нравится Нежели Повторюсь Тот Самый Нас Был Каж Забрать С Револьвера Че Тупанул Или Не Тупанул Тупанул Все Тихо Тихо Все Отлично Тихо Тихо Харина Харина Ну Вроде Никуда Эти Обвесы Наши Не Деваются Вроде Бы А Может Быть И Деваются Ну Короче Скорее Всего Я Просто Тупанул Не Подумал Что-то Об этом Поменял Повторюсь Особого Сильного Я От Этого Не Возимею Дискомфорт И Недостатка Ну Почему-то Сейчас Я На Это Обратил Внимание Уже Когда Озвучил Здорово Васька Куда Побежал Ладно Побежал Не Буду Тебя Отвлекать Вон Сидит Дамир Собственно Нас Уже Ожидает Это Кстати Тоже Сейчас Будет Одно Из Наших Одно Из Наших Я имею ввиду Наших Вообще Идраков Глючных Мест Ты же знаешь Что он Молчаливый Зачем ты задаешь Ему вопрос Пока тебя не было Я тут немного Разведал Как ты понял К источнику Пойдем Через Черный Ход Гель Говорит В этих Пещерах Жила Уйма Народа Считай Целый Город Ну Как В пещере Гейзеры Открылись Им Пришлось Уходить Давай Вниз Ну Что Теперь Только Вперед Давай Повыше Поднимемся Осмотреться Пещера Не убежит Так Вот Собственно Нам Предлагает А здесь Есть На Что Посмотреть Кое Что Можно Забрать И По Даже Есть Дневничок Один Который Мы С Вами Зачтем Вот Также Попадаются Нам Эти Висюльки Колокольчики А А вот Еще Кстати Да Здесь Есть Не пойму Что там Написано Не Аврора Ли Крейсер Что Тебе Синица Крейсер Аврора Нет Я шучу Но Так Или Иначе Вот Для тех Кто Хочется Коллекционировать В этой Игре Все Вот Эти Вот Коллектаблс Пожалуйста Фотография Одна из Находится Как раз Таки Здесь Разжигать Костер Особого Смысла Не А то Так Ну Туда Упасть Смысл Есть Да Не сломать Все Ноги Немного Тут Осталось Я ведь Когда Отправлялись Надеялся Узнать Что-то Если Не О Родственниках Да Хоть О Народе Моем Теперь Узнал Это Больно Аккуратно Аккуратно Пускай Город Мертв Все равно Спасибо Что Вытащил Нас Из Москвы Аккуратно Я хочу Своими глазами Посмотреть Да Пожалуйста Братан Да Вот Сейчас Скоро Очень Наступит Этот Момент Глючного Места Где Дамир Просто Не Подходит К пещере Он Нас Должен Будет Подсадить И Я Кстати Говоря Столкнулся С этим Сейчас Ладно По Порядку Давайте Прочитаем Письмецо Письмо Художнику Надир Это Барон Нас Совсем За Дураков Держит А Надир Этот Барон Нас Совсем За Дураков Держит Ты читал Листовки Которые Его Ослы Разбросали У входов Вы Называете Себя Свободными Людями На Ваши Ваши Вожди Начальники И Хозяева Загнали Вас В пещеру И Готов Обрушить Их Камень На Ваши Головы Только Не Дать Вам Принять Благословение Священного Пламени Переврал Иоанна Богослова И думает Мы Не Заметим Помнишь Ты Спрашивал Что Делать Художнику После Конца Света В этот Раз Я Не Смог Ничего Посоветовать А Сейчас Скажу Нарисуй Ответ Этой Собаке Такой Чтобы Сразу Видно Было Сразу Видно Что Было Что Будет И Почему Мы Не Сдадимся Чтобы Душа Развернулась И Свернулась Я Знаю Ты Можешь Всегда Твой Друг Арсен Это Тот Самый Арсен Который С Собой Покончил И Как То У Него Здесь Слог По Другому Хотя Возможно Он Какой-то Поэт Предпочитает Разными Слагами В Своих Письменах Изъясняться Чтобы Кому-то Было Потруднее Читать Кому-то Полегче Так Ну Что Мы Вроде Здесь Все Зачистили Я Надеюсь А Может И Нет Веди Нас Братан Дальше Дамир Мне Очень Нравится Как Персонаж Весьма Колоритен И Здесь Ну И Шум Уши Закладывает В этой Главе Ему Уделено Достаточно Много Времени Более Того Нам Не Все Сделать Правильно Чтобы Он Не Погиб В итоге В частности Здесь Нам Нельзя Никого Убивать Кроме Монстров Конечно Монстры Здесь Будут Но Также Будут И Рабы С Нефтяниками Бэтмен На самом деле Он повторяется Потому Что Я Тут Кое Какую Склейку Произвел И Перезагрузил Игру Потому Что В этом Моменте Он Как раз Таки Зависает Ребятки Он Остается Наверху Он Просто Остается Стоять И Ничего Не Делает И Это Никакими Бубнами Не Исправляет Как Перезагрузки Такое Предчувствие У Меня Нехорошее Одно Замнем Для Ясности Что Значит Замнем Давай Подсажу Тебя Что Так Трясется Это Все Так Фильтры Ну Давайте Сделаем Один Фильтр У Мало Очень Ресурсов Но По-моему Здесь На входе Должны Сейчас Будут Валяться Если Мне Память Не Меняет Фонарь Заряжен Оружие Заряжено Дамир Нас Ждет Помогает Друзья Мне Лично Помогла Перезагрузка Кому То Может И Не Помочь Я Не знаю Честно Признаться Я Там Читал В Интернет Чего Но В основном Все Перезагружаются Кто Там Конечно И Плясал С Чтобы Чтобы Скрипт Сломать Там Подходил Вплотную Как-то Напрыгивал Выпрыгивал С Дамир Телепортировался Даже Видос По-моему Какой-то По этому Поводу Есть Но Но Это Не Видно Ни Хрена Это Все равно Печально Если Честно Разработчики Там Кто-то Мне писал В комментариях Что Патч Анонсировали На Эту Игру Господи Два Года Прошло Они Патч Анонсируют Ну Как бы Изначально Заперить Не судьба Была Да Так Хорошо У большинства Проходится И нормально А на остальных Хрен бы с них Положить Типичное Наше Отношение К комьюнити Да Война И вправду Загнала Нас В каменный Век Вплоть До Наскальных Росписей Жутковатое место Должен признаться Все трясется Трепыхается Где-то здесь Ага Вот труп Лежит Да Его можно Облутать Какой Никакой Ресурсы Все-таки Заимеем И Там Сейчас Будет Уже Конкретно Место Как Прямо В ведьмаке Мы с вами В пещеру Спускаемся Почему-то Я сейчас Себя Поймал На мысли Возможно От того Что Параллельно Еще Ведьмака Прохожу Прямо Здесь Очень Так Все Интересно Смотрите Какая Бэткейв Сколько Жетут Народу Жило Кругом Постройки Какие-то Попробуем Обойти Вот Собственно Где Фильтры Лежат Друзья Мои Если Вдруг У вас Нехватка Три Фильтра Вам Должно Хватить Если Еще Догадаетесь Нацепить Скафандр Ваш Горячо Ну Броню Вашу С усиленным Фильтром Как у Меня То Будет В принципе Вам Достаточно Комфортно По Времени Здесь Находиться Можно Будет Не торопясь Все Делать Я Конечно Молодец Поджигаю Фонарик Дабы Выдать Своё Местоположение Но Особо Пока Прятаться Здесь Не от кого Мы И так Фонарями Светим Там Не фонарик А факел Этот Я Зажег Конечно Хамелеоны Вот Как Они Называются Так Ну Они Хотя Бо Дохнут От Нашего Ашота С Одного Выстрела Ну Ладно Я Сейчас Два Нес Одного Потому Что Я Немножко Распределил Непрямое Попадание Но Обратите Внимание Дамир Даже Особо Не Стреляет Из Своего Урючего Дробовика Да Весьма Комфортно Я Из Из Его Дробовика Я бы Сейчас Дольше С ними Расправлялся Я Здесь Пострелял И так И сяк Ну Записывать Я это Все Не стал Потому Что Мне Понравилось Мне Мне нравится Ашот Из Дробовиков В этой Игре Всего Парочку Да Тут Прямо Смотрите Вот сейчас Главное Не торопиться Дамир По гейзеру Да Во Отлично И Спровоцировал Вообще Весь Выводок Короче Здесь На Смотрите Аккуратно Аккуратно Шмаляет По разным Сторонам Так Извините Ваши документы Ваши документы Еще Что Хорошо Что Перезарядочка В принципе Весьма Быстрая У нашего Ашота Убоин Скорострелен И Перезарядка Хороша Быстра Ну Лично По мне Очень Очень Сильно Выигрывает И площадь поражения Даже По-моему Побольше Так у меня Я Перепугу На самом деле Нажал На смену Фильтра Еще минутку У меня оставалось Не переживать Но Ничего страшного У меня вроде Фильтров хватает Нормально И все Вроде бы мы с вами зачистили Не такое уж прям длинное путешествие здесь у нас получилось в отличие от петушевствия В отличие от того же самого терминала на первой локации Но я думаю мы с вами еще здесь побываем Мне в терминале Я не то чтобы жаловался Мне в терминале очень понравилось Там очень Колоритные Красочные локации Нарисованы И мрачно И атмосферно Но На Каспии Пожалуй Пока что здесь Самый атмосферный У меня фильтр уже подыхает И у меня тоже уже Протан Не Смотри Свет Вроде сюда Маскс офф Так Воздух вроде чистый Снимай маски Отлично Ну что Дальше только ползком Так Ну что А теперь можно Да Я сейчас Поменяю На глушитель Геоль говорит Не втянники местными Вертит как хотят Так что Давай попробуем Сработать тихо Без невинных жертв Они ведь только Крабы Смотри Вода Вон видишь машина Я наверх И возле нее спрячусь Ворота похоже И звон той башни Управляются Когда откроешь Я по газам И на выход А ты прыгай На цистерну Удачи И постарайся Чтобы никто Кроме нефтяников Не пострадал Ну что Друзья мои Готовится Наша сейчас Стелс операция По прежнему Бубенок Этот нам Я даже не знаю Стоит Тихарь Можно тихарем Кстати попользоваться Тоже они Не услышались Так побережем Патроны От Талашникова И в принципе Сам тихарь По моему Поточнее бьет Нежели наш Когда на него Ставишь глушитель Да Убивать нефтяников Здесь можно Конечно же Ничего страшного Не будет Но в данной ситуации Я предпочел Вообще сейчас Просто пройти мимо Потому что Особо врагов Здесь Едва ли наблюдается Вон там ходит Товарищ раб Вот его точно Трогать нельзя Но если вдруг Увидите Может Его вырубить Если он вас вдруг Заметит Ничего страшного Наша задача Сейчас вот к этим Ведрам Который крутится В виде обмельницы Так вон Собственно охранник Пошел Давайте подождем Пока Чуть не спалили меня Некогда мне сейчас Будет собирать Вот эти все А может И есть Попробуем Отлично Удалось Даже хабарка Немножко вынести Этот нас в упор Не замечает Прыгаем на ведра Но мы уже Когда прыгаем Срабатывает катсцена И мы с вами Из этого источника Подземного С чистой водицей Поднимаемся Наверх Что-то FPS Просаживается Хотя Опять же Наша Великолепная Оптимизация С железом У меня все в порядке Аккуратно Ощенера Мырза Так ну что Пошел стелс у нас Да Здесь надо сейчас Аккуратненько Потому что мы Средь бела дня Сюда пришли Я не знаю Насчет того Как ночью Если появимся Будет ли здесь Вообще Ночь действовать По скрипту В принципе Так да Я здесь немножечко Небольшую Разрывчив Сделал Не с первого раза У меня получилось Это все пройти Нарвался Я таки На неудачные Слечения обстоятельств И опять же Таки Из-за скрипта Лежать Вот собственно Вот это его Волына Крутая И здесь Мы кстати Находим Шестикратный Прицел С шестикратным Зумом Находочка Да Такая Прямо Мама Мама Здрасте Во-первых Смотрится Прикольно И пригодится Нам Потом В наших Газских делах Ну как Газских Наоборот У нас не Газские дела У нас с вами Дела благородные Мы двигаемся Навстречу Субе Еще Смотрите Он очень Похож Прицел По Листочкам В самом Прицеле Очень Похож На СВД Попробуем Или Нафиг Пусть живет Просто я не уверен Что с такой Дистанции Тихарек Сможет Ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Иди дальше Здесь даже музыка Заиграла Немножечко Краем Глаза Он нас Заметил И Тихо-тихо-тихо-тихо Я надеюсь Что ты уже ушел Да У нас Слава Богу Много объектов По наставлено Можно Прокрадываться Вот так вот Незаметно Там еще один Товарищ Сидит Необходимо Сейчас на ту сторону Перебраться Здесь Очень надо Действовать Аккуратно Ибо Влазов Никаких Больше Нигде Нет Выбираться Только На открытый Просматриваемый Участок Предстоит Здесь Обычно Сидит Черт Но походу Это он и был Который нас едва Не заметил Поэтому Немножечко Сейчас здесь Помариноваться Вот он идет В эту сторону Вот этого Который там сидит Издевается над рабами Трогать лучше не надо Потому что Он его сразу Заметит Его тушу И поднимется Тревога И тогда Может кто-то Пострелать А наша задача С этого задания Вспышечку светлую Заработать Дабы До мира Нашего сберечь По сюжету Потому что Тут какими-то Необъяснимыми Опять же таки Событиями Какими-то Необъяснимыми Устоятельствами Дамир умирает Я не знаю Я не доводил до этого Я ни у кого не смотрел Что надо сделать Чтобы Дамир погиб Посмотрю Может быть На досугу Сам проходить Я это перепроходить Не очень хочу Потому что Система сохранения Не позволяет Заново Это все Обходить Проходить Очень долго Я и так Это прохождение Заново Начал проходить С того момента Как вы сами Вы помните Когда мы начали На стримах Играть Я думал Я на стримах И пройду Еще в девятнадцатом году Но Не работала она Тогда нормально У очень многих людей И у меня в том числе Не скажу Что у большинства Но очень многих людей Так же как и Сайберпункт Большой Я уже об этом говорил Да Большой рассинхрон В кадрах Очень сильно Ребила Картинка Так Не знаю Туда смысла Найти Никакого нету В этом будке Там Даже Несмотря на то Что пищит Наш металлодетектор Я тоже Думаю Что-то Что-то такое Зачастую Было бы так рисковать Ну что ж Мы потихонечку Подбираемся К выходу Но еще Еще весьма далековато Давайте сейчас Попробуем Вон там стоит Один охранничек Его можно сейчас Будет попробовать Бань И все Никто не услышит Это И никто не увидит Самое что забавное Это Товарищ Слег А звук Был такой Какой-то характерный Хотя Честно признаюсь Наш Тихарек Тоже звучит Будь здоров Когда мы стреляем До этого Я пристрелил Сидячего охранника Внизу Когда мы еще Подползали К этой стороне Звук-то тоже В принципе Такой был На который Можно было бы Среагировать Так вот На этого патрона Я тратить не буду Он здесь один ходит И Ладно Сейчас стоял А он вообще Садится На табуреточку Сквозь нее прошел Можете убить Можете не убивать Ой отлично Классный Классный цевьё Классный приклад Не приклада не было По-моему это обрезан Но все равно Цевьё кладь Прикольно Смотрелось на Ашоте Отлично Больше нет оружия Вроде должно быть Раз пищит Хотя может быть Это пищало Вон идет снизу В той будке Которую мы с вами Не ошмонали Ну что Вот мы собственно Выбираемся На финишную Прямую Очень умеется Сейчас напоминать Будет Мадмакса Я здесь даже Музычку хочу поставить Да Мадмакса Ну все Дергаем За рычаг Открываем ворота Получаем вспышку Друзья мои И Пора убегать С этого места Пошла жара Пошла жара Да мирно под пункт Погони Никакой Никакой главный Нет Ну что Нормально Нормально Ну что Ну отдохни тогда Братишка Отдохнуть Так Под укрытие Надо подлезть Аккуратно Ух Круто Так Вот теперь Надо мне Знаете что Мне надо сейчас Поменять Во первых Будет Ту самую Ствол На нашем Калаше Плюс еще там Подзарядить Этих Гранат Да 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 Так где там машина Давайте посмотрим Аккуратно 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 Здесь очень надо Быть осторожным Потому что Подстрелить могут Две секунды Ух Ух Прям их шон пошел Тачка тут Смотрите Подпад Ну это все скрип Конечно Но Смотрится Весьма Весьма Бодрячком Должен вам Сказать Появляется Короче Этот Шайтан Пулеметом Да С Гатвиндом И Здесь Как раз В помощь Гранатки Нашей Там они Еще Заразу В засаду Расселись Из-за дыма Очень плохо Видно Так а это Гнида Идет Уже Смотрите Третью Гранату Я на него Извожу И ему Ходит Похрен По деревне Сколько у меня Еще Гранат Интересно Осталось Так Сейчас Я хочу Выбрать Этого Всего Не видно На вашем Экране Но Нажимая Кнопочку Ц И нажимая Вправо Я выбрал Коктейль Молотова Бросил В его Сторону И Это Его Повредило Уже Молодчина Артем Мне Говорит Наша Жена Боевая Подруга Анька От Главного Гада Я Избавился Отсиживаюсь В общем По углам Так Наши Братья Не пойму Я пока Там Они Как-то Успешно Их Отстреливают Вообще Возомерили Возомерили Их Стрельба Какие-то Да Дивиденды Так Ну Прошла У нас Да Обратите Внимание Кстати Говоря Еще Буря Поэтому Нужно Немножечко Продвигаться Вперед Натиск Их Ослаблен Остались Последние Силы Добрать Ну Как вам Вообще Да Круто Все Происходит Похитили Крутой Крутая Сцена Была С похищением Воды С Дамиром Из Лагеря Вырвались И тут Пожалуйста Приезжаем И тебе Такой На Тут Засадный Такой Жаркий Бой Так Тихаря Ладно Пока Не буду Не очень Удобно Тихаря Туда Настреливать Уже Заметно По Нашему Оружию Как оно Запылилось Изрядно Так Ну че Я просто Боюсь Туда Друзья Мои Лезть Потому что Я вот Сейчас Вот так Начну Лазить Я просто Ориентироваться Стараюсь По Трассерам Куда Откуда Стрельба Идет В нашу И в их сторону Они Хотя Б Да Дают Возможность Ориентироваться Где Враг Потенциально Находится Хотя Конечно Это Это Может Быть Заградительный Огонь Учитывая Что Компьютер Ну Компьютерный Интеллект Искусственный То Они Вполне Себе Могут Знать Где Сидит Враг И У него Полит Так Ты У нас Мертвый Отлично Ага Вон Он Меня Ждет У меня Заметил Кто еще остался Все Отлично Ну а вот Собственно И настает Момент Жатвы Смотрите Сколько они здесь навезли Всякого Хабарца Не весь он Правда Так Подожди Я что А Я перезарядился Вот Отлично Смотрите Здесь просто Куча Полезного Для нас Лута Много Много Да Навезли Они Помимо Помимо Того Что у них У всех По паре Оружия Какого-то Разнообразного Так Они Здесь Хорошо Расслаготочились Поэтому Сейчас Будут Тщательно Их Всех Обдирать Друзья Это Неотъемлемая Составляющая Геймплея И уж Тем более На уровне Сложности Рейджер Хардкор Каждый Патрон Каждый Вообще Каждый Ресурсик Сами Понимаете Нищету Мое Вот Это Собирательство В принципе Сейчас Позволило Вполне Себе Такой Вести Интенсивный Бой Закидать Гранатами Этого Гатлинг Ганнера Я не знаю Какого здесь Назвать Бронированного Вот этого Пулеметчика И Вполне Себе Так Более-менее Достойно Пережить их Натиск Нападение Ну вообще Конечно Барона Борзел Хотя Что тут Греха Таить Наши Тоже Не без Греха Но у нас Есть основания Причины Мы проезжали Мимо Нас Не пускают Не дают Нам пройти Не дают Нам водички В доброй Дороге Путь Не желают Что нам Остается Делать Дыбать Все своими Силами Более Того На нашей Стороне Правда На нашей Стороне Мораль Так называемая Рабов Иметь Плохо Здесь Уже Прям Я Этим Как Сказать Даже Не знаю Если Силанти Там На Волге Еще Притворялся Там Что он Раб Там Божий Вернее Этот Провидец Божий Что Устами Господа Говорит Его Просто Последователь Превращал Кто бы подумал Такая радость Из-за воды Я уже Люблю Этот вкус Ржавчины Поутру Этот вкус Победы Вот дурачье Мы их Просто Раскрошили Всех Это Брат С тобой Не поспоришь Так вот О чем Я про Силанти Говорил Что Он Там Всех Своих Последователей Косвенно В рабов Превратил Вынуждал Манипулировал Как-то Сознанием То Здесь Барон Непосредственно Открыто Заявляет О своих Правах На Власть На Имение Рабов Вообще На Такую Касту Понять Как Рабы Я понимаю Что это Постапокалипсис Каждый Сам За себя Выживает Сильнейших Все дела Так Вот У него Есть Гатлинган Его Наверное Можно Здесь Немножко Себе Присовокупить Хотя Бетальки Ну Или Патроны Что у Него Осталось Отлично Так Еще Смотрим По углам Здесь Видите Очень Много Объектов Очень Ну Я имею Такой Ландшафтный Как Камни Шмамни Все Вот Это Вот Средоточились По всему Периметру И Пищит Просто Нескончаемый Металл Детектор Я По всем Естественным Углам Конечно Хочу Проныкать Посмотреть Ничего Не Упустил Вот Видите Ты Здесь Да Еще Тоже Револьвер Заточенный Под Винтовку Хотя Есть Винтовки С Револьвер Ными Патронами Это Такой Я Слышал Не Помню Как Они Называются Но Они Какие Это Были Уникальны Еще В Восьми Сотых Годах Нет Я Не Буду Говорить Просто Я Еще Вспоминаю Шерлока Холмса Там Стрелял Король Так Ладно Давайте Послушаем Не будем Пока Ответать Вас Только Армия Их Сейчас В Набеге А Это Так Маленький Привет От Барона Заводу Сколько Жи Всего Тогда Семь Сотен Думаю Ого Да Ну Значит Повезло Нам По Крупному И пора Отсюда Убираться На Сахсауле Километров На пять Уберемся Не Дальше У Нефтяной Собака Топлива Много Целая Цистерна На рельсе Стоит Если Тихо Ворота Открыть Увести Можем Охрана Сейчас Много Не Был Думаю Сможешь Провести Наших Смогу Тогда За дело Ермак Крест Готовьте Аврору Заканчивайте Заправку Котла Водой И Сливайте Топливо Из Машин Артем Дамир На вас Самое Сложное Угнать Цистерну Есть Удачи Вам Ребята Аня Идиот ТТшник Ребята Сворачиваем Лагерь Не забудь Проверить Снаряжение Подготовиться Перед тем Как отправляться Может Все же Попробовать Договориться Допробовал Не вышло Он Плату Женщинами Принимает Все Вопросов Больше Нет Хорошо Артем Мы вот Уезжать Собираемся А у меня Душа Не на месте Помнишь Я тебе Про корабль Говорила Ну Полуразобранный Все Думаю Про бедняк Которых Там держит Может Получится Им еще Помочь А Если Не мы То Кто Пыль Это Черт Скорее Бы Отсюда Свалить Не лезь Там Наражен Мне Нужен Живой Муж А не Мертвый Герой Аннушка Сердобольная Наша Круто Выглядит Кстати В таком В бронике Да Она В жилетике Типа Молле На голое Тело Так Эти вроде Тоже Что-то Могут Побакланить Интересное Машина Машина Рядом С Авророй Слышь Иванович А шланги То не лопнут Это Шех Тяну Через Весь Вагон О Как Должны Выдержать Помпы У нас Так Себе Сильного Давления Не дадут Разве Только Запах Будет Но Это Ничего Как Отведем Подальше Перекинем На крышу А потом И нормальный Трубопровод Соберем А Ты Теб Молоток Запасливый У нас Даже отрубы Везешь Это Ж надо Из самой Москвы Такой Груз Запас Карман Не тянет Видишь Пригодились Ну и Ганза Богатая Такой Ремкомплект На каждый Рейс Выдавали Можно было Второй Паровоз Собрать Вот Цельный Провоз Собрать Можно А на Валге Этот Не Хватило Починить Ну Всего Не Предусмотрен Че Все Невралгия Прихватила Я Дипа Наслишки Знаю Что это Такое Когда спину Гонешь Чем Старше Тем На поясницу Все Неприятнее Оказывается Влияние Так Ну что Давайте Зайдем Поболтаем С нашими Товарищами Здорово Ну Теперь Дела На лад Пойдут Вода Есть Прорвемся Вы С Домиром Молодцы Артем Берегите Себя На задании Мы Вам Многим Обязаны Да Что С Артемом То Случится Это Терминатор Натуральный На каждом Шагу Звенит Ну Вообще Да Дружище Следи За собой Будь Осторожен Самый ответственный Момент Мы Понятно Подтянемся Но Вы Все равно Без Надобности Не Рискуйте Так Остальные Пацаны У нас Тут Все Да Снимаются С дислокации Анька Там О У нас же Еще Верстачок Рабочий Давайте Посмотрим Что Мне Там Удалось По Ресурсам Не так Уж Прям И Богато Должен Сказать Так Вот Есть Улучшение На Ашот А Это Что Такое Шнековый Магазин Чуть Такое 36 Стальных Шаров Ох Ты Ладно Я Пока Не Буду А Вот Собственно Улучшение На Да Топ Тихаря Ашот Смотрите Можно На него Ставить Глушитель Прикольно Интересно А Вот Собственно Бронестекло Да Накосу С лесовой Маски Делать Окуляры Гораздо Сустойчивее Повреждением Разбитие Становится Гораздо Сложнее Ну Вот В принципе Да Если В открытый Бой Идти Вот Как Сейчас У меня Это Был У нас Перестрелка С этими Упырями Так Надо Почистить Наше Вооружение Да Шотик Шотик Прошу Прощения Шутки За 300 Так Ну По Остальному Вроде Все Да Вот Я Хочу Шутки Шутки За 300 Друзья Мои Прошу Прощения Так Ну Вот На него Бульдог Лучше Ставить Пока Что Вот Такое Да Такой Ствол А Где Я Чуть Не Понял У меня А У меня Этот Стоит Оптика Стоит На На Тихаре А Здесь В принципе Нам и Ночная Может быть Пригодится Ну Крутой Смотрите Как Смурится Клево Прям Вообще Мое Почтение Мы Сним В Следующих Частях Поорудуем Безарядно Он Во-первых Скорострельный Весьма Кучно Бьет И Кстати Еще Я Не Пользовался Тихарем До сих Пор Огненных Огненными Патронами Я имею Ввиду Так Я Конечно Им Пользовался Так Здесь У нас Так Так Ну Смотрится Клево Очень Похож На Какую Немецкую Модификацию Так Или Но Его чистить Опять же Надо Он У меня После Последней Схватки А Не Не Надо Так Бубен Есть Красный Лазер Есть Но Я Не думаю Что Мне Сейчас Калашников Пригодится Давайте Блин Опять Его Собирать Я Прошу Прощения Ребят Я Не Думал Что Он Разбирается Если Я Просто С С Еще Мне Конечно Желательно Быть Этого Самого Вентиля Сейчас Я Просто Хочу Посмотреть Поразглядывать Что У меня Вообще Имеется Смотрите Какой Классный Приклад Похож Очень На Этот На СВД Еще И Ручка Такая Ну Она Как будто Модификация Такая Ручка Обычно На рамку Пикатиле На рисочку Ставится Пикатиле По-моему Или Как-то Так Я Конечно Могу Кого-то Рассмешить Своим Познанием Я Просто Забываю Все Рамка Но Это У него Нет Рамки Этой Которой С риской Куда Можно Устанавливать Коллиматоры Ручки Снизу Там Подствольник Можно Даже Загнать На Него Вот Кстати Было Интересно Здесь Подствольник Вряд ли Нам Это Было Прикольно Разнообразие Ради Вот Так Только На Калаш Можно Было Вешать Так Гранаты 30-15 Жаба Душит Может Мы Найдем Потом Впоследствии Поэтому Пока Не буду Я Так А где Мелкая Насика Надо С ней Тоже Поболтать Самовар Тут Так Вообще Все Прям Есть Вся Утварь Наша Советская И Российская Весь Прям Так Быт И это Клево Мне это Нравится Это Какую-то Погружает Меня В атмосферу Темнеет У нас Уже Но Нам Друзья Мои Еще Клеить Ласт Рановато Отсюда Поэтому Мы Задержимся Нам еще Предстоит Обследовать Очень много Знаков Вопросик У нас Там еще Вертолетное Или Какое-то Там Самолетное Депо Есть Так Пацаны Здоров Степаныч Братан Ты в себя Пришел Но Вроде Да Но Еще Пока Не До Конца Он Какой-то Хмурной Ставит Ладно Дадим Время Прийти В себя А у нас Да У нас Уже Темнеет Поэтому Сейчас Мы Сейчас Поговорим С Насть И Закончим На Эту Серию Вот Она Здесь Стоит Куда-то Там Вдаль Смотрит Не совалось Дядя Интересно Настя Пойдем К вагону Нет Тут Ничего Интересного Совсем Совсем Ничего Совсем Совсем Ничего Ну ладно Послушная Девчушка Друзья Мои Я на этом С вами Прощаюсь Тыкните Большой Пальчик Надеюсь Что вам Все Понравилось С вами Как всегда Был Фолиот Всем до новых встреч Большое Пока Редактор субтитров